Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала Управа.ру. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. На Минаево прошла сельскохозяйственная ярмарка. В Ульяновской области прошел этнографический диктант. Светофор Ульяновска настроит на зеленую волну, а асфальт станет еще лучше. Закрытие международного фестиваля «Мир эпоха имена». Начнем с официальных новостей. Сегодня в правительстве Ульяновской области прошло аппаратное совещание, на котором поднимался ряд значимых для региона вопросов. В частности, губернатор Сергей Морозов поручил провести в конце недели первые в этом году субботники. С них начнется месячник благоустройства. Также был затронут вопрос реализации национальных проектов в муниципалитетах. Так, ход выполнения нацпроектов будет контролироваться в еженедельном режиме по каждому району области. Не осталось без внимания подготовка ко Дню Победы, которая ведется в усиленном режиме. Подробнее о ходе аппаратного совещания можно узнать из нашего материала на портале улправда.ру. Губернатор Сергей Морозов провел совещание по Димитровграду. Он обратил особое внимание на то, что это важный город не только для области, но и в масштабе страны. Димитровград имеет большой потенциал для развития и огромная перспектива. При этом у жителей этого города низкий уровень жизни. Из-за этого разногласия было принято решение обратить на город особое внимание. Подробности в нашем материале. Социальные самочетки жителей на сегодняшний день характеризуются обладанием настроения социального пассивизма. Мы не принялись наложить на вот эти настроения, на те проблемы, которые мы наиболее волнуют в интервью. Их оказалось несколько, но они действительно заправились к каждому гражданину, которое прошивается в нашем замечательном городе Димитровграде. Высокие коммунальные тарифы – одна из главных проблем, которые беспокоят димитровградцев. Если для Ульяновска с 1 июля предельный индекс платы за коммунальные услуги установлен в размере 102%, что ниже уровня предыдущих лет, то в Димитровграде он составит 104%. Димитровграда индекс 1 июля для 55% населения этой территории центрального первомайского района индекс платы граждан составит 4%. Это последний год, когда у нас идет повышение по тарифу на водоснабжение для Ульяновского областного водоканала, связанного с реализацией конституционного соглашения. Для остальных 45% населения города Димитровграда рост тариф на водоснабжение и водоотведение составит 2%. И эта часть Димитровграда, таким образом, тоже, как и в город Ульяновск, индекс платы граждан составит 2%. Наиболее острый в Димитровграде стоит проблема с тепловой энергией. На сегодня поставку тепловой энергии димитровградцам осуществляют пять организаций. При этом средний тариф для большинства составляет на 400 рублей выше, чем в среднем по Ульяновской области. Считаем, что с целью снижения уровня тарифа тепловой энергии от источников МУГАРТ, в очереди сети МУГАРТ, необходимо проработать вопросы о передаче объектов теплоэнергетического комплекса на основе конституционного соглашения инвесторам, готовым провести мероприятие по оптимизации системы тепловоснабжения города Димитровграда. При этом, при заключении конституционных соглашений, считаем необходимым условием данного соглашения о долгосрочных параметрах регулирования тарифов применять метод альтернативной котельки. По карману димитровградцев бьют и цены на проезд. 21 маршрут перевозят пассажиров по нерегулируемым тарифам, которые устанавливаются самими перевозчиками. Цена их составляет 23 рубля, как и в городе Ульяновске. Однако в областном центре им есть альтернатива – городские маршруты, цена на которых ниже 19 рублей. Сергей Ципровский рекомендовал органам местного самоуправления пересмотреть реестр маршрутов регулярных перевозок. Чтобы облегчить жизнь жителей Димитровграда, в городе будут введены дополнительные меры соцподдержки для многодетных семей. По поручению губернатора планируется увеличить количество детей, которые смогут пользоваться бесплатным проездом. Например, в регионе около 5000 школьников уже получают данную поддержку. В самом Димитровграде бесплатно ездят только 500 детей. Глава региона поручил проработать профильному министерству вопрос обеспечения бесплатного проезда для школьников из многодетных семей. На совещании обратили внимание и на экологическое состояние Димитровграда. Для наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, комплексной оценки и прогноза ее состояния, в городе создается система мониторинга в виде постов наблюдений. За контролируемый период 2019 года в городе не зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Мы особо сосредоточимся на качественной содержательной части реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами, для того, чтобы жители города Димитровграда уже сегодня ощутили не только современные все системы обращения с отходами, евроконтейнеры на современной контейнерной площадке, но и ощутили о том, что вторичные отходы начинают уже сегодня проходить сортировку на этапе до мусоросортировочного комплекса и уже появятся контейнеры для сбора вторичных ресурсов. Сергей Морозов поручил правительству Ульяновской области усилить работу по решению проблемных вопросов города Димитровграда. И мы понимаем, что без решения всех этих вопросов в комплексе мы не можем рассчитывать на то, что Димитровград, да и жители Ульяновской области, любого муниципального образования будут чувствовать себя комфортным, будут понимать, что их территория развивается, движется вперед. Губернатор подчеркнул, что будет лично контролировать исполнение своих поручений по всем направлениям, чтобы Димитровград стал по-настоящему умным, красивым и успешным городом. Уже в эту субботу Сергей Морозов посетит Димитровград, где на месте заслушает отчеты членов правительства о выполнении данных им поручений. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды. В скором времени по Ульяновску можно будет проехать практически не останавливаясь на светофорах. Это станет возможным благодаря организации так называемой «зеленой волны». Также ульянскими автомобилистами обещают более качественный ремонт асфальта. В недалекое будущее заглянул наш корреспондент. Снег сошел и настала пора заняться дорогами. А точнее, приведением полотна в надлежащее состояние. Работы уже начались, но для увеличения объемов необходима сухая и теплая погода. Пока что бригады могут залатать не более 100 квадратных метров в сутки. Дорожники не только ждут летнего солнца, но и планируют приобрести новую технику. В настоящее время с обл. водоканалом ведется совместная закупка техники. В городу Ульяновску будет 18 единиц техники. Приобретаться это самосвалы, погрузчики, пылесосы тротуарные. На конструктивный разговор с начальником дорожного хозяйства и осмотр свежеских путей сообщений приехал Сергей Морозов. Улицы очищают от дорожного смета и оставшегося снега, а на некоторых участках проводится ямочный ремонт. С тема качества асфальта перешли к обсуждению проекта «Зеленая волна». Так называется автоматическая система регулирования светофоров. С ее помощью разгружается транспортный поток, и водители имеют возможность попадать в так называемый «зеленый коридор». Именно не по случайности, а регулярно, благодаря специальным настройкам. Озеленением перекрестков займется компания «Ростелеком». Определены места установки оборудования. И установлено оборудование – это интеллектуальные дорожные контрольные синтезы, которые позволяют в режиме реального времени с помощью канала связи наблюдать за автобусом на каждом топорном объекте, на каждом перекрестке, и управлять ими в режиме реального времени, как же онлайн. Систему установили на Демитровградском шоссе рядом с Майской горой. В Засвиярском районе только начинается перерождение светофоров. Пока что инженеры компании связи занимаются расчетами и адаптацией программы под каждый перекресток города. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. Выманивали данные банковских карт и похищали денежные средства. В Ульяновске перед судом предстанет группа мошенников. Организовал и координировал группу 43-летний мужчина, отбывающий наказание в одном из исправительных учреждений Ульяновска. Его сообщники подыскивали в интернете объявления о продаже различных товаров. Далее связывались с продавцами и под различными предлогами получали от них паспортные данные и номера банковских карт. Завладев конфиденциальной информацией, злоумышленники похищали со счетов потерпевших денежные средства путем перевода на аффилированные обвиняемым счета, которые затем обналичивались. На полученные деньги мужчины успели даже купить квартиру в железнодорожном районе. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом А части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении одного из задержанных судом избрано меры пресечения в виде заключения под стражу. Еще шестерым органами предварительного расследования избрано меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проведение различного рода диктантов стало доброй традицией. Проверить свой уровень знаний могут как учащиеся, так и преподаватели. На этот раз мероприятие проходило в педагогическом университете, а диктант был этнографическим. Что знает студент о культуре и истории народов Ульяновской области, разбиралась Виктория Черкова. О самых крупных озерах, национальных блюдах и народных праздниках для ульянцев всех возрастов приготовили 30 интересных вопросов. Гордись симбирским краем – так называется этнографический диктант, который в формате массовой акции проходит уже третий раз на территории нашего региона. Старт этой акции был дан инициативой губернатора нашего региона Сергея Ивановича Морозова. И ежегодно количество участников акции, что нас особенно радует, возрастает. Если в прошлом году у нас было 85 площадок, то в этом году уже 89. В педагогическом университете собрались школьники, студенты и их преподаватели. Перед проверкой знаний организаторы решили их развлечь и устроили концерт с выступлениями народных коллективов. После выступления с музыкальными номерами желающие пройти тест отправились в аудиторию. Одной из добровольцев оказалась студентка естественно-географического факультета. Будущий географ Ксения признала, что к испытаниям особо не готовилась. Она уверена, что эрудиции и кругозора хватит на все вопросы. Однако, по ее мнению, в тесте есть и подводные камни. Отдельно я ничего не изучала, просто на предметах мы проходили, так как у нас есть предмет этнография, например. Мы готовились, так что мы готовы. Обычно у всех вызывает сложность именно с расселением, где кто живет, какой народ. Уже через неделю, по словам организаторов, будут готовы результаты тестирования. Виктория Черкова, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды. Покупать продукты на сельскохозяйственных ярмарках. Эта привычка прочно закрепилась среди ульяновцев. И это неспроста, ведь ярмарка – это выгодно. Что предпочитают покупать ульяновцы в первую очередь, узнала наша съемочная группа. На один день улицу Минаева освободили от машин и предоставили в распоряжении местных фермеров. Не заставили себя ждать и покупатели. Несмотря на нелетную погоду, яблоку негде было упасть. По подсчетам городской администрации, ярмарку посетило 16 тысяч человек. Мы благодарны нашим сельскохозяйственным производителям, нашим начинающим и уже успешным фермерам, которые уже работают на протяжении нескольких лет и радуют нас своей качественной продукцией. Естественно, граждане могут здесь побаловать себя качественной продукцией по доступным ценам. Весной самые большие очереди возле автолавок с картошкой и яйцами. Показывают это и цифры. За весь день ульяновцы закупили 21 тонну картофеля и 72 тысячи штук куриных яиц. К слову, к Пасхе жители уже активно готовятся. Я купила яички, я купила 5 кассет, изюмы купила, колбасы купила, сыра купила, кур купила, конфеты купила, колбаски купила, всякое взятие. Ярмаркам для меня сегодня было бесподобно. Порадовали и цены. Для сравнения, тот же картофель на ярмарке можно купить за 10 рублей за килограмм. В магазинах килограмм обойдется в 17-20 рублей. Те же дела обстоят и с яйцами. Высший сорт аграрии предлагают за 50 рублей за десяток. В торговых сетях цена от 55 рублей. Я закупил овощи и молочную продукцию. Вот вторую ярмарку показывают. Демонстрируют продукцию Inzomolprom. Это новый наш кооператив. Вот я вам скажу, что мои дети, они почувствовали эту натуральность. Я всегда их натуральным кормлю. Вот в основном с ярмарки берем молочку. Но то, что они съели, я вот всю неделю ждал, вот наконец-то сегодня закупился. Подобные продовольственные ярмарки проходят почти во всех муниципальных образованиях области. Они организуются для насыщения потребительского рынка товарами местных производителей. Также торговля способствует развитию конкуренции и позволяет приобретать продукцию напрямую у товаропроизводителей по умеренным ценам. Некоторые фермеры участвуют в ярмарках с самого начала их проведения. Их продукция уже успела полюбиться жителям. Поэтому, чтобы купить некоторый товар, приходится стоять в большой очереди. Скажем, в каждой ярмарке у нас идет увеличение клиентов. Все нравится наше мясо. Также спросом у покупателей пользовались овощи, сахар, мясные изделия, крупы. В преддверии дачного сезона можно было приобрести саженцы, семена и банные принадлежности. Всего ярмарка принесла выручки на 8 миллионов рублей. Ярмарочный сезон продолжится до конца апреля. 13 апреля фермеры отправятся в Димитровград. Проблемная ситуация, которая развернулась вокруг медицинских центров Полис в микрорайоне Искарорепина, похоже, разрешается. Напомним, с января данная клиника, оказывающая бесплатные медицинские услуги на основе государственно-частного партнерства, урезала часы работы и прием врачей. Такой сценарий катастрофичен, так как микрорайон Искарорепина имеет географическую обособленность от города и наличие собственного медучреждения там жизненно необходимо. В ближайшие дни детский медцентр на улице Архитекторов взобновит свою работу в текущем режиме. К 30 апреля ответственные подразделения регионального Минздрава должны подготовить необходимый пакет документов и урегулировать кадровые и организационные вопросы для открытия на базе Полиса филиала государственной поликлиники. Что же касается центра для обслуживания взрослого населения на улице Жиркевича, то в ближайшие дни там будет организована работа врачей из государственных медучреждений. В минувшее воскресенье в Большом зале Ленинского мемориала состоялось закрытие 57-го международного музыкального фестиваля «Мир эпоха имена». Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга под руководством народного артиста СССР Владислава Чернушенко совместно с Ульяновским государственным академическим симфоническим оркестром «Губернаторский» представила произведение Георгия Сверидова. Подробности у Ирины Антоновой. Последний день работы 57-го международного музыкального фестиваля «Мир эпоха имена» в Ленинском мемориале было особенно многолюдно. Гостью завершающего вечера спешили насладиться всем, что дарил этот многодневный праздник музыки и весны. Мы рады такому яркому событию и прежде всего, что на нашей земле сегодня выдающиеся мастера исполнительства вокального и инструментального жанра. Мы счастливы, что мы стали регионом, который уже на сегодняшний день диктует культурную часть нашей страны. В этот вечер на сцене Ленинского мемориала впервые выступил легендарный прославленный отечественный коллектив Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга под руководством народного артиста СССР Владислава Чернушенко. Губернатор Сергей Морозов поприветствовал участников вечера. От всего сердца желаю вам, Владислав Александрович, всему коллективу капеллы вдохновения, удачи и дальнейших творческих успехов. Ну и, конечно, чисто по человечески, здоровья, тепла, благополучия вам, вашим близким, тем более, что все православные сегодня отмечают замечательный праздник. Пусть каждое ваше выступление утопает в цветах и восторженных аплодисментах благодарной публики. С огромной любовью к вам на этом позолоченном адресе выигрываю эти слова Ордена Ленина Ульяновской области. Совместно с Ульяновским государственным академическим симфоническим оркестром губернаторский капелла представила произведение выдающегося российского композитора Георгия Свиридова. Весь концерт дирижировал руководитель капеллы, народный артист СССР Владислав Чернушенко. Самое главное для нас и для меня встреча не только с городом, не только в связи с тем, что филармония отмечает свой 75-летний юбилей, но и то, что мы встречаемся с прекрасным симфоническим оркестром, что нечасто встречается за пределами Москвы и Петербурга. Владислав Александрович возглавляет капеллу с 1974 года. Под его руководством репертуар капеллы расширился и включил отечественные и зарубежные произведения различных жанров – кантата, оратория, опера в концертном исполнении, современные произведения. Особое место в репертуаре хора принадлежит музыке Георгия Свиридова. Кантата «Курские песни» для хора и оркестра на народные слова открыла вечер. Кантата «Курские песни» для хора и оркестра на народные слова открыла вечер. Также в концерте прозвучали музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель» для симфонического оркестра и поэма памяти Сергея Есенина для тенора, хора и оркестра. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале ulpravda.ru. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok